Удивительное мероприятие состоялось в Минске. На встрече под названием заседание Совета Евразес половина участников представляла страны формально в евразийское сообщество невходящих. Зато президент Казахстана, который претендует на право быть отцом-основателем этой организации, предложил эту организацию и вовсе распустить. Организация Евразес нам не нужна. Надо ее закрывать. Это точно. У экономиста Василия Калташова есть своя версия такого разворота. Она потеряла смысл с того момента, как Украина повернулась лицом к Брюсселю. Просто потому что теперь прежний формат сотрудничества уже не может существовать, потому что ломается вся граница. То есть новая граница в отношениях, она пролегает теперь между Россией и Украиной, а не по украинско-польской границе условно. И, конечно, в этой ситуации таможенный союз становится, с одной стороны, более важным, а с другой стороны, заменяющим прежние попытки как-то соединить бывшие советские республики. В тот момент, когда Назарбаев озвучил свое предложение, лидеры Кыргызстана и Таджикистана, похоже, были слегка потрясены. Эти государства являются членами Евразес, за бортом которого они окажутся, если предложение Назарбаева будет принято. А в новом объединении Нурсултан Абишевич отводит им всего лишь роль наблюдателей. Зато он предлагает найти место Турции, региональной супердержаве. Мир-министр Турции Эрдоган обратился ко мне, нельзя ли Турцию принять, таможенный союз. Но Турция большая страна, у нас есть общие границы. Вообще, от палуба критика, куда на запад не поедешь, сразу вопрос тебе задает. Что, вы создаете Советский Союз или под Россией вы там что-то создаете? И приходится объяснять, что ничего подобного нет. Может быть, Турцию приняли, вопрос закончится. Оценив полет фантазии своего старшего коллеги, президент России Владимир Путин взял новую высоту и предложил активировать в таможенный союз Индию, а заодно и Сирию, на территории которой идет гражданская война. Интерес проявляет одна из самых крупных экономик в мире. Это Индия. Только что у нас в гостях был наш большой друг, премьер-министр Индии. И он просил меня поставить вопрос на нашей сегодняшней встрече о том, что Индия хотела бы рассмотреть возможность подписания договора о зоне свободной торговли с таможенным союзом. Вовлечение Турции и вовлечение даже Индии, возможно, и Сирии в этот процесс, включение формально этих стран Евразийское экономическое объединение, будет означать, что расстановка сил изменится. Для Казахстана это означает изменение баланса сил. Что касается Индии, то пока говорить об этом всерьез не стоит, потому что если Индия даже и будет включена в таможенный союз, то в его нынешнем формате это будет означать главным образом, что индийские товары будут конкурировать с китайскими на нашем рынке. В том, что на территории таможенного союза будут конкурировать китайские и индийские товары, можно не сомневаться, потому что национальные производители здесь конкурировать не спешат. По мнению президента Казахстана, во всем виновата проклятая бюрократия. На пути движения товаров продолжают в оригинальном уровне причинять препоны. Всякие фиттосанитария, лабораторные исследования под всякими предлогами, и жалуются наши бизнесмены на это дело. И вот мы поручили в этом во всем разобраться. Это во-первых. Во-вторых, есть вопрос такой. Например, в последнее время Казахстан и Беларусь экспортируют в Россию в 3-4-5 раз меньше, чем Россия экспортирует к нам. То есть дисбаланс торговли. Для активизации взаимной торговли необходимо сначала увеличить выпуск товаров производителей на общем рынке, но страны Таможенного союза делать этого не спешат. Президенты, собравшиеся в Минске, предпочли об этом не говорить. Иначе бы пришлось отвечать на неудобные вопросы, а что или кто собственно мешает людям развивать свое дело. Андрей Заокский, Александр Артемов, Москва, телеканал 1612.